Прогулка с ребенком чуть не завершилась для Зареченца трагедией. Олег, так зовут нашего героя, часто навещает свою дочь и внуков, которые живут на Братской 5. Возвращались с прогулки. Вышли только, я взял внука, занесли, саночки занесли. Поднялся, я взял с собачкой погулять. Буквально только вышел, ну здесь сколько, 5 метров. Из крыши самого дома падает глыба льда. Выйдя, Олег, несколькими секундами позже и несчастного случая было бы не избежать. О происшествии Зареченец немедленно сообщил в управляющую компанию. Они сказали, что они якобы сообщили мастеру, должен подъехать. Я им перезвонил буквально через 10 минут, попросил диспетчера, чтобы мастер сюда подъехал, чтобы решать с ним на месте здесь вопрос. Они мне ответили, что он в пензи, он не может, вроде заявка моя принята, будут что-то решать. Никаких больше сведений Олег от управляющей компании не получил. А неубранные осколки льда так и остались лежать у подъезда и на другой день после происшествия. Мы обратились за комментарием к представителям обслуживающей организации. Изначально проводили работу по сбиванию сосулек, то есть это первоочередное было. Сейчас сосульками в принципе мы закончили, как видит население сосулек нет, но остались ледяные глыбы. Сейчас проверим именно этот дом. По возможности сегодня сюда приедет тоже вышка, очистит остатки вот этой наледи, потому что сама кровля, если посмотреть на нее, она визуально как бы без снега. Я так понимаю, как раз на краю остался какой-то ледяной вот этот вот остаточек зимы, и вот он упал. Хорошо, конечно, что никто не пострадал. Постараемся сейчас все это ликвидировать и не допускать в дальнейшем таких случаев. Ген-директор управляющей компании также пояснила, что последствия схода наледи с крыши, осколки льда у подъезда, своевременно не убрали потому, что дворник, ответственный за Братскую 5, ушел на больничный. Представители управляющей компании обещали оперативно решить вопрос. Мужчина с лопатой, который занялся уборкой, появился во дворе еще до того, как уехала съемочная группа. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Продолжение следует...